О, дружок, да у тебя кризис среднего возраста. Сколько раз можно было слышать эту фразу, да? И поэтому я сегодня вышел в люди, знаете, для того, чтобы понять, да что ж это за диагноз-то такой? Кризис среднего возраста. Пойдемте спросим у людей. Ну, я считаю, это когда человек во второй половине жизни начинает переоценивать, переосмысливать свою жизнь, что-то не устраивает. Это зависит от зарплаты, наверное. Я согласен. Если зарплата маленькая, все кризис. Ну, конечно. Это когда уже человек не молод, но еще не стар. И вот он еще пребывает где-то в молодости, поступки совершает такие немножко смешливые, да? Но, в принципе, уже должен быть серьезным. Мне кажется, это стадия, когда человек уже чего-то добился и как бы не знает, что нету цели дальше в жизни. И он как бы теряется в жизни, то есть, и, соответственно, начинаются какие-то проблемы и в семье, и на работе. Наверное, когда начинаешь думать о том, что в жизни не получилось то, о чем ты задумывался. Человек становится невыносимым. А это после скольки лет? Ближе к сорока. Это мужчина или женщина? И те, и другие. Одно я могу от себя сказать точно. Никакой кризис среднего возраста вам не страшен, если вы помните две вещи. Первое. Всегда все в ваших руках. Если что-то не нравится, можно все это всегда исправить. И второе. Ищите позитив в каждом моменте. Например, в солнечном дне. Редактор субтитров А.Семкин